Всем привет, друзья! Я Настя, и это видео будет про видео, на которое я случайно наткнулась в интернете. И, чтобы вы понимали, это психоделический видеоролик, завирусился и сейчас набирает миллионы просмотров. Смысл этого ролика я поняла не сразу, так как называется это видео «Друг вырвал другу обнаженный нерв». Странно, правда? Итак, смысл в этом видео есть, хоть он и не очень большой. Один персонаж причиняет боль другому персонажу и злорадствует, тем временем, когда другой персонаж получает шок от неожиданной боли, тем самым превращается в монстра и готов расправиться со своим обидчиком. Конечно же, если я не права и не уловила смысл этого видоса, вы можете написать прямо сейчас в комментариях свою версию сюжета этого видео. Так вот, все это видео сопровождается жутким смехом и озвучкой жанра хоррор. А также персонажи в этом видео, ну, не очень располагающие. Я бы даже сказала больше пугающие. Если кто помнит, раньше уже были подобные тренды. Например, Момо. Страшная девушка, пугающая всех своим внешним видом. Которая непосредственно только своим внешним видом влияла на психику человека. Также была бабушка Гренни из мобильной игры, в которой нужно было сбежать из дома бабули, которая прибегала со своей битой на любой звук. И если ты попадаешься, то все, считай, все пропало. После был сиреноголовый, который трубил свою сирену повсюду. А недавно был тренд на Хаги-Ваги, милую игрушку с острыми зубами. Так вот, скорее всего, трендом этого года будут как раз-таки эти новые персонажи. И хоть суть этого видеоролика в целом понятна, привлекает сама идея с персонажами и их отношения между собой. К тому же, все любят разнообразных монстров. А тем более, когда они в тренде. Конечно же. После просмотра этого видео, наверное, появляется больше вопросов, чем ответов. Почему, например, такого рода психоделика, которая отталкивает от себя, наоборот, привлекает очень много людей? Почему один персонаж отрывает другому персонажу именно оголенный, обнаженный нерв, а не, что-то другое? Что происходит с тем персонажем, которому оторвали обнаженный нерв? И какая была вообще идея автора, когда он создавал это видео? Как ни странно, такого типа видеороликов в интернете очень и очень много. И даже, чтобы вы понимали, половину из них запрещены к публикации. А тем более, к просмотру. Ведь психоделика на то и называется психоделикой, чтобы после просмотра повлиять на психику человека. Так, например, существовало видео с весьма странным названием. Мириана Мордегард Глэс Горф. Оно было создано в красных оттенках, что конкретно сильно могло влиять на психику человека. И, насколько известно, создателя этого видео найти так и не удалось. После того, как оно появилось в интернете, соответственно, начало набирать какие-то первые просмотры. После которых в Google начали поступать жалобы, что типа после просмотра этого видео люди навсегда расставались со своими глазами. Притом, в прямом смысле этих слов. Google это видео удалил, понятное дело, и оставил только короткую часть этого видео для весьма любопытных людей. Так что психоделические видео вполне могут вызвать разные последствия. И с просмотрами такого рода контента нужно быть очень и очень осторожными. Ну что ж, вернемся к нашему предыдущему видео. К нашим забавным персонажам, которые стали сейчас намного известнее, чем даже многие блогеры. У автора на канале всего два таких видео, которые очень похожи с другим контентом на этом канале. Давайте посмотрим. Итак, первое, что мы видим, это две стены, которые уже нагоняют страх, особенно для каустрофобов. Мы... Так, какой-то пингвин с пистолетом. Чё это вообще такое? Так, какая-то недообезьяна, недочеловек вылезают из мусорок и убивают. Это очень странно и... А в конце какие-то глаза так. Ладно, смотрим дальше. Это какая-то ящерица с человеческими зубами бегает по темному замку, который как бы уже тоже нагоняет страх, потому что все старое и темное. И какой-то монстр опять-таки со светящимися глазами. Это тоже уже как бы ненормально. А в конце этого видео он влетает в стенку и, скорее всего, он как бы расшибает себе голову. А вот здесь вот уже просто все очень странно. Что это вообще такое? Пингвин писает мимо унитаза и из ванной вылезает рыбка. Чё? Какая рыбка в ванной? Ладно, смотрим дальше. Какой-то мужик, похожий на Бэтмена, говорит, что это микрофон. И здесь то ли лошадь, то ли верблюд с какими-то очень странными длинными когтями поет. Какой-то верблюд-рэпер. Я не знаю, что должно быть в голове, чтобы вот такое вот создавать. Какой-то очень странный мячик или это не... А в конце, понятное дело, влияем на психику. Много разных красок. Ладно, смотрим дальше. Котится шарик. Начинается все хорошо. Сбивает кеглю. Не сбивает кеглю. Это типа, чё чувствует кегля, когда её сбивает шариком? А тут шарик сбивает шарик только уже с телом человека. Что, простите? Ладно, окей. И этот шарик падает какой-то лошади, которая выгибает шею на 360. Это реально просто какая-то психоделика. Так, дальше. Какая-то птица или это комар, или это что вообще такое? Объясните мне, пожалуйста. Пальмочки, ну вроде как. А это что такое? Это человек с копытами и когтями длинными. Так, и чё, комар этот его сожрёт или что? Так, ничего не понятно. Он просто в конце упал. О, боже. Какой-то человек, только без глаз, без носа. И это что, зомби? Зомби? Типа, зомби что? Они стоят, смотрят, облизываются. Какой-то маленький человечек. И его все пугают. Зачем? Нет, на самом деле мне его немножко жалко даже. Они все его... И он залазит по столу, накрывает головой ручками. Ой. Все. Ну что ж, друзья, подведем итоги. Все это очень необычно, странно, но очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.